До 2012 года дактилоскопия применялась только в строго определенных случаях и являлась обязательной. Снимали отпечатки пальцев у правонарушителя и сотрудников силовых структур. Сейчас пройти процедуру может любой желающий, достаточно лишь подать заявку. В МВД России по Великой Уральному району существует такая государственная услуга, как добровольно дактилоскопирование. Государственная дактилоскопическая регистрация проводится в целях идентификации личности. Единая база учета граждан по их отпечаткам пальцев упрощает процедуру идентификации лиц. У каждого человека есть паспорт, который никогда не потеряешь и не забудешь. Это подушечки пальцев. Их отпечатки уникальны, их невозможно подделать. Именно поэтому была создана дактилоскопическая регистрация. Проводится она в отделении полиции бесплатно по желанию гражданина. Дактилоскопия делается раз в жизни. Бумажный носитель отправляется в Главное управление МВД России по Вологодской области. В электронном виде отпечатки пальцев хранятся в центральной дактилоскопической системе страны. Впрочем, по заявлению гражданина информацию можно уничтожить. В дактилоскопию также входит тот из кладони больших пальцев рук, что дает стопроцентную гарантию подлинности отпечатков того или иного человека. Пока устьюжане не спешат пройти эту процедуру, осторожничают. После заполнения гражданином заявления происходит его добровольное дактилоскопирование, после чего дактилокарта направляется на МВД, заносится в единую базу данных. И доступ к данной базе имеем либо мы, либо другие государственные структуры в соответствии с запросом, естественно, в рамках действующего законодательства. Доступ посторонних лиц к добровольной дактилокарте гражданина полностью исключен. Особенно важно пройти дактилоскопии людям, страдающим потерей памяти. Если вдруг в непредвиденных ситуациях при них не окажется документов, то с помощью дактилокарты в полиции без труда установят личность такого человека. Дактилоскопии могут пройти не только совершеннолетние граждане, но и дети. Дактилоскопирование несовершеннолетних производится только на основании разрешения их законных представителей, родственников, родителей. Добровольное дактилоскопирование детей у нас в настоящее время не практикуется, но, в принципе, этот вопрос, я думаю, будет рассмотрен. Если будут поступать заявления о добровольном дактилоскопировании детей, мы, естественно, этот вариант рассмотрим и эту услугу будем оказывать. Процедура занимает не более 15 минут с учетом заполнения необходимых документов и самого снятия отпечатков пальцев. В завершении выдается справка о предоставлении услуги. Юрий Воронин, Антон Карев, Новости провинции.